Итак, как я уже сказал, меня зовут Лука Бин, я нахожусь в Австрии, в Винсбурге. Итак, я итальянец, но я работаю на Барракуду, я представитель продаж. Мы работаем в рынке EME, это Европа, Ближний Восток и Африка, поддерживаем наших партнеров, клиентов и сегодня мы подходим к теме и сегодня мы будем рассказывать о том, как защищать EME, электронную почту. Мы уже занимаемся это довольно долго и так, как это опять же очень чувствительные вопросы, потому что когда идут атаки, различные атаки, кибератаки, мы видим, что даже на сегодняшний день 3 атаки из 4 осуществляются через электронную почту. Поэтому это очень важный вектор для криминалитета и понятно, потому что через EME можно добраться до пользователя, это самое слабое звено в этой цепи. Вы видите, что другие атаки происходят через сеть, их можно предотвратить с помощью фаервола, но опять же человек это самое слабое звено, поэтому 3 атаки из 4 по-прежнему осуществляются через электронную почту. И мы видим, что за последние 20 лет различные типы атаки, появились новые технологии и опять же пространство расширяется. Итак, если вы слышали о новых атаках, видах атак, преступники могут украсть много денег. Здесь вы видите заголовки, это заголовки из газет, все это основано, это взятое из США, потому что вы знаете, что в США они не сильно фокусируются на сохранении конфиденциальных данных, поэтому в Европе с этим сложнее, поэтому мы предоставляем информацию из Соединенных Штатов Америки. Итак, это просто для чего? Для того, чтобы показать, что это действительно такой вектор печальный распространяется для того, чтобы воровать деньги через электронную почту. И вы видите, что 130 тысяч долларов за атаку, на одну атаку, это очень большие расходы, очень большая сумма. И не думайте, что преступники фокусируются только на крупных компаниях, они не настолько глупые. Перед тем, как начать атаку для получения денег, они расследуют компанию. Если это небольшая компания, они могут попросить, ну, скажем так, на 5 тысяч долларов, они требуют деньги, понимая, какой объем бизнеса осуществляет компания. Это не то, что только касается крупных компаний. Малые компании, небольшие компании тоже могут быть, к сожалению, подвержены таким атакам. Есть, у меня есть пара таких примеров. Один, я не знаю, знаете, слышали вы. Если вы следите за футболом, в Италии два года назад была, одна из команд была целью для такой атаки. И когда команда из Великобритании, игрок, они начали переписываться, он начал переписываться по имейлу для того, чтобы заключить сделку о покупке игрока. И когда они заключили, закончили переговоры, они сказали, приезжайте, мы присылаем вам контакты, все. И пришло такое письмо менеджменту Лацио. Перед тем, как вы все это, человек приедет в Великобританию, пожалуйста, заплатите 2 миллиона предоплату. И они перевели 2 миллиона. И когда они приехали в Великобританию, они увидели, что это были расходы, это было мошенничество. Это один из примеров, я могу вам рассказывать много об итальянских компаниях, но это распространено по всей Европе. И они работают на... Они распространяются и по Восточной Европе. Я не знаю, как в Казахстане, но вот что касается компании... Была компания, которая потеряла 17 миллионов в Италии из-за такого рода атак. Вы понимаете, что у нас есть много примеров от компаний, которые начинают расследовать, каким образом им осуществлять защиту переписки через электронную почту, потому что они могут стать целью, и они могут потерять много средств до 30 тысяч. Итак, годы, несколько лет назад, когда цели были только очень крупные компании, или очень, скажем так, единичные пользователи, масштаб сейчас изменился. И почему он изменился, я покажу вам через минуту. Вы видите здесь историю, такой генезис атак. С начала годы у нас были проблемы со спамом. И у нас есть услуга, которая на облачном, в облаке. И для того, чтобы снизить объем спама, спам не так опасен. Я не скажу, что он просто раздражает и просто заполняет наши почтовые ящики бесполезными письмами. И во время атаки используются фишинговые атаки для того, чтобы, например, получить данные к нашим банковской информации, и потом использовать эту информацию. За последнее десятилетие, с 2011 по 2019 год, вы видите, что технологии усложняются. И когда мы получаем письмо, например, там вложение, и во вложение может находиться вредоносный код. И это может быть какой-то вирус-вымогатель, он блокирует компьютер, пока мы не заплатим. И клиент, когда сталкивается с такой атакой, от чего это спасает? Спасают бэкапы. Он, предположим, например, если... То есть. Немного времени. Вumbling со мной, три, четыре дня. Да другое. Другое и так же, я нужна. Достаточно. Нет, и прокψе. Все, что долго барóstnte, время blows, короче?! preference ты. Атаки поводил со мной, от чтё возможного. Собрать так или09-непроваться. и они способны блокировать этот тип атак. Следующие три – это спир-фишинг, социальный инженер, бис-анимей-компромисер, Канте Кове. Коллеги, пожалуйста, но не слышно переводом. Да, перевод продолжается. Этот вид атак действительно очень продвинутый. Сейчас он становится очень популярным. За последние два года. Потому что становится все больше и больше случаев. Компании постоянно переходят в облачные услуги, в облачные сервисы. Я не могу сказать, почему они фокусируются именно на этом. Мы можем, конечно, подумать о причинах, но она из причин может быть такой, потому что все говорят, что возможно… Спасибо, Microsoft. Вы создали специальную возможность для нас, почему бы ее не использовать. И все там, все используют облачные услуги. Все эти – это атаки, они очень продвинутые. Итак, это еще один слайд. Вы можете увидеть на нем за последние 20 лет развития атак. Но с этой перспективы я хотел бы, чтобы вы сфокусировались на голубом цвете и на зеленом цвете. Что это означает? Голубым цветом обозначены такие атаки, которые… Вредоносные атаки. Вирусы-вымогатели. Они были разработаны для того, чтобы обойти службу безопасности. Они могут это сделать. Последние три обозначены зеленым цветом. Эти атаки не могут обрабатываться шлюзом. Такие атаки фокусируются на других технологиях. Они не фокусируются на вирусах, которые могут идти в приложениях к письму. Это другие виды атак. Они целенаправлены именно на пользователей. Они заставляют пользователя сделать такое действие. И в большинстве случаев атака будет содержать только текст. В тексте не может быть вируса. В тексте не может быть никакой угрозы. Что нам нужно для того, чтобы понять этот вид атак? Обычно, если вы IT-специалист или у вас есть IT-навыки, я думаю, что у всех из нас есть хорошие эти навыки. Мы можем обнаружить легко эти угрозы. Но это не легко. Но что делать, если вы получаете очень много имейлов, если у вас много работы, если вы в стрессе, в рабочем стрессе, если вы в напряжении? Мы теряем свою концентрацию для того, чтобы тщательно проверять имейлы. И тогда, возможно, мы станем целью такой атаки. Давайте идем дальше. Это тот же самый слайд, но только с точки зрения возрастающей сложности атак через имейлы. Есть 13 видов угроз, которые мы обозначили как наиболее типичные, стандартные. Обычно только три слева – спам, просачивание данных. И фишинг являются только те, которые могут обрабатываться шлюзами. Я не говорю про бар-коду. Я не говорю про функции антиспама. Я говорю про любые другие услуги, которые предоставляются и другими компаниями тоже. Потому что все услуги по антиспаму, они на самом деле построены на одних и тех же характеристиках и критериях. Все остальные от фишинга URL и двигаясь далее, правее – это очень продвинутые атаки. Их очень сложно заблокировать. Кроме того, хотел бы немножко вернуться назад. Давайте помните этот слайд, фишинг и то, что было до фишинга. Я знаю, что на таких вебинарах всегда есть очень хорошие специалисты. Но когда я говорю с клиентами про адресный фишинг и про спам, обычно клиенты не понимают разницы между адресным фишингом и фишингом. Итак, в данном случае я подготовил просто такую метафору для вас. Просто для того, чтобы вы посмеялись. Итак, это метафора для того, чтобы пояснить клиентам, которые ничего не понимают в разнице между фишингом и целевым или адресным фишингом. Вы можете увидеть, что слева – это стандартный фишинг, как будто бы это рыболовля. И он такой преступник. Что, какой его эффект? Не особо он влияет ни на что. Он просто ловит рыбку. Это может споймать какую-то, да, что-то может получить какую-то выгоду. Если я достаточно удачлив, как рыбака, могу что-то споймать, что-то получить, да. Да, я посылаю email, кроме того, каждому. Справа же, я не знаю, знаете ли вы фильм, книжку «Моби Дик» – это такой новый преступник с точки зрения безопасности, потому что он может споймать очень много маленькой рыбы. Но ему все равно, ему не нужна большая рыба. Кто большая рыба здесь? Это кит, в данном случае, на этой картине. И с точки зрения бизнеса, кит – это любой руководитель, любое руководящее звено бизнеса, которое действительно стоит поймать. Но не думайте, что другие люди, которые не привыкли, что они могут стать целью «Моби Дика», капитан Ака, что их не спробуют поймать через такую атаку. Например, что по поводу ваших специалистов, которые работают в вашей компании. Обычные по доставке, они могут получать какие-то email, собирать какие-то доставки, еще что-то. Для них это не… они не настолько важны для компании, но для преступника такое среднее звено очень важно для того, чтобы поймать их… перехватить их личные данные и войти в компанию. Они начинают проникать в систему, исследуют данные компании для того, чтобы понять, про что эта компания, как она работает, сколько персонала там работает, как все работает, какая структура и всю информацию. Потому что с новыми видами атак. Это не просто один email, который приходит, и если я его отвечаю, или я его вспомню, что они забыли, это неважно. Нет, они тратят на это время. И если вы понимаете эту историю, которую я рассказывал раньше, они сейчас тратят время и ждут наступления правильного момента, наилучшего момента для того, чтобы послать именно нужное письмо нужному человеку. Там будет сказано, просто передайте деньги на такой вот счет. И это и есть разница между старыми атаками и новыми атаками. Итак, переходим дальше. Итак, это архитектура. Мы можем посмотреть, как она работает. В общем, в Европе обмен информацией в интернете между офисами постоянно возрастает. Более чем 95% рынка сейчас переходит в облачную среду, в интернет. Они переходят или потому, что им действительно хочется этого, или потому, что Microsoft стимулирует переход. Microsoft может сказать, вы не можете перейти со старой версии, например, обмена информацией, потому что мы уже не инвестируем в нее деньги. Поэтому вот есть такая новая платформа, которую офис 365, вы можете перейти на нее. Я не думаю, что это, опять же, из причин сберечь деньги. Ну, в любом случае, это такая точка зрения, почему туда могут переходить в облачную среду. Слева у нас есть интернет, посылаются имейлы через интернет-шлюз и переходим дальше через MS-O365. Мы видим, что имейл-шлюзы или даже службы безопасности по имейлу, они работают, но мы видим, что не всегда они действительно работают, они интегрируются с другими службами. Есть антиспам, есть, он проверяет и входящие, и исходящие имейлы. Кроме того, додается еще ATP и песочница. Каждый имейл, который проходит через данные услуги, проверяются на вирусы и на подозрительные составляющие. Даже если предотвращение потери данных работает, могут быть также по происке ваших кредитных данных или еще что-то. Да, это все можно конфигурировать. Мы можем обезопасить наши имейлы в нашей компании. Есть также еще две услуги. Это бэкап-файлы и архивирование. Мы подготовили набор услуг, которые именно разработаны для MS-офиса O365. Они, в первую очередь, нацелены на безопасность имейлов, для того, чтобы мы могли, например, сохранять наши данные, сохранять нашу переписку и архивировать имейлы. Но это действительно не очень относится к безопасности. Есть эти две услуги, которые могут дополнять услуги MS-офиса O365. Вы можете дополнить решение с этими двумя услугами. Это не цель этого вебинара, конечно. Просто, если вам интересно, мы можем более подробно позже рассказать вам об этих услугах и как они дополняют О365. Что мы видим справа на данном слайде? Справа на этом сайте мы видим корпоративную входящую почту. В данном случае это Outlook, например, может быть. Есть сотрудники. А что по поводу персональных имейлов, которые могут использоваться или фишинга? На самом деле, чаще всего они на смартфоне. Вот, например, мой смартфон, который я использую в Европе. Я не использую корпоративного телефона. Я не знаю, как у вас в стране. Я не знаю, какой подход. Но в Европе обычно подход такой. У меня есть мой смартфон. Я могу на него установить мою бизнес-почту. Но также на моем смартфоне есть и моя личная почта. Интернет-доступ к браузеру. У меня там Facebook, социальные сети, Twitter. У меня очень много приложений, которыми я могу пользоваться некорректно. Если я перейду по неправильному линку, я могу подставить данные со своего телефона и данные своей почты. Потому что тогда будут украдены все данные, которые хранятся на моем смартфоне. Это хорошая очень точка для начала. Потому что вы видите, как это происходит. Представник не может видеть ни трафика, ни какой-то вид мобильного телефона. Потому что трафик проходит через иной путь. Еще раз. Корпоративная почта. Служба безопасности не могла проверять все имейлы. И также можете увидеть социальную инженерию. Это наибольшая, наиболее развитый вид атак. Социальная инженерия. Даже если вы просто посылаете в имейле только текст. И в котором написано, чтобы человек что-то сделал. Служба безопасности не настолько развита для того, чтобы понять, что написано, собственно, в этом тексте. И текст, и, соответственно, имейл не блокируется. Поэтому могут быть такие случаи, когда... Да, это еще не так случается часто, но в последние годы, раньше были случаи, когда клиент говорил, этот имейл прошел через вашу службу безопасности. И потому что ваша служба безопасности по имейлам была разработана 5-7 лет назад. Вот вы видите, но сейчас письма проходят. Это спам. Но когда мы расследуем случай, мы говорим, что это не спам. Это действительно адресный фишинг. Это немножко другой вид атаки. Давайте перейдем к слайду о том, как работает социальная инженерия. Она ищет обходные пути. Потому что чаще всего безопасность имейлов рассчитывает, полагается на объемы, на какие-то черные списки. Но атакеры, те, кто атакует, разработали специальные обходные меры. Может быть использован хороший домейн. Или целевые компании. Или, например, ATO, имейлы. Мы видим, что корпоративные имейлы могут быть перехвачены. Как я могу обезопасить свой аккаунт? Это нелегко. Даже для нас. Мы не можем полностью обезопасить себя от социальной инженерии, чтобы никто не перехватил наш аккаунт. Потому что в баракуда, вы знаете, мы не можем, например, поставить личного полицейского перед вашей компанией, воротами вашей компании. Также мы не можем поставить полицейского перед шлюзом ваших имейлов. Но есть некоторые знаки, по которым мы можем понять, что что-то не так. Какие-то знаки, которые говорят нам, что стоит провести расследование. Что-то происходит с вами, как с клиентом, как с пользователем. Итак, идем дальше. Мы говорим, что большинство старых атак блокировались интернет-шлюзом или суббезопасности по имейлов. Мы видим, что есть адресный фишинг. Это новый вид атак. Это фишинг через цель. Целью может быть пользователь. Пользователем может быть даже любой человек по доставке, какой-то средний сотрудник, сотрудник среднего звена. И целевой фишинг может быть направлен на всех сотрудников компании. Дальше. Мошенничество. Также я хотел бы показать вам и остальные варианты. Я хотел бы обсудить мошенничество и шантаж вместе. Мошенничество и шантаж очень редко включают себя в одном имейле. Например, кто-то мне говорит, Лука, я получил письмо, и я знаю, что вы ходили по каким-то страницам в интернете, которые не стоит ходить во время рабочего времени, например, гейминг, игры или смотрели видео. Если вы хотите, я могу ограничить вашу зарплату в этом случае, или кто-то может написать. Я могу доложить об этом начальству, или заплатите мне. Или я могу получить письмо, где указано, что может ли вы мне помочь одолжить деньги, мне не хватает совсем немножко, для того, чтобы помочь вылечить мою тетушку в Нигерии. Конечно же, редко кто-то реагирует на такие имейлы, но такие имейлы могут перейти в категорию сумма. И должны все равно попасть в наши входящие письма. Это раздражает для нас. Это скучно, это мешает. Дальше у нас есть подмена услуг. Я покажу вам пример, очень стандартный пример для подмены услуг, для Федекса, например, DHL, и такого образа курьерских услуг. Далее, кража бизнес-имейла. Если преступник исследует деятельность компании и знает, что реально мы делаем, посылает имейл руководству компании, это действительно может взломать компанию, компания может потерять деньги, потому что тогда могут быть эти проблемы. Если идет подмена домена, это примерно то же самое, как и подмена услуг, только в данном случае речь идет о домене. Дальше, вклинивание в переписку. Мне очень нравится это, такие технические точки зрения, потому что они реально крутые. Что это означает? Давайте представим, что я и кто-то еще, мы, софт-прома, например, мы начали переписку. Мы начали отвечать друг к другу и постоянный обмен письмами. В какой-то момент кто-то вклинивается в переписку, и получаю я письмо. Мне написано, Лука, пожалуйста, оплатите мне деньги на этот счет. Я могу думать, что я все еще говорю софт-промом. Кто-то вклинился и изменил только письмо в домене. Что-то, что я не проверил, потому что это уже идет посреди переписки. Я не буду проверять каждый раз, каждый имейл. Это действительно очень крутая атака. Я хотел бы показать вам ее пример немножко позже. И дальше, обходной фишинг. Что такое обходной фишинг? Это фишинг, который может идти от моих коллег. То есть это внутренний фишинг, который использует обходные пути внутри моего сервера. Если я, например, посылаю мейл моему коллеге, коллега, имейл не выходит за пределы входной системы, он циркулирует по системе. Поэтому системы антиспама не проверяют этот имейл, но в нем может содержаться что-то из угроз. Как мы управляем данными атаками, как мы их регулируем. Кто их может, собственно, решать. И последнее, которое я хотел бы вам показать, это захват учетной записи. Это не совсем проактивный подход. Мы не можем, конечно же, полностью обезопасить себя от захвата учетной записи, потому что если в черном BlackNet находится и идет захват учетной записи или персональных данных, конечно же, может что-то работать. Это может произойти. Например, если я получил имейл с линком или с ссылкой, которая похожа на ссылку от MS Office, сделайте это, потому что иначе ваша программа не будет работать. Сделайте это действие, кликните здесь, я кликну, я перейду на лейдинг-пейдж, которая выходит точно так же, как MS Office 365, но это будет не она. И они, мошенники, таким образом украдут мои личные данные. Давайте идем дальше. Что по поводу данной таблицы? 13 видов угроз. Как мы будем работать с этой таблицей? Вы можете слева видеть 13 видов угроз, начиная со спама, с вредоносного программного обеспечения и просачивания данных. И далее мы видим цвета. Зеленый цвет – это потому что подход антиспама, работа антиспама работает. Вредоносное программное обеспечение очень хорошо удаляется при помощи основных систем безопасности по работе имейлов. Это не очень работает с подходом API. Что такое подход API? Это еще один продукт, но он находится в одной системе пакета, которую Baracuda представляет клиентам, но он базируется на API, он основан на API. Почему? Потому что Baracuda и партнеры, и Microsoft открыли, Microsoft, собственно, открыла API для Baracuda. Идет обмен онлайн API. Мы смогли разработать решение для разных видов угроз. Мы будем позднее рассказывать. Это решение базируется на API. То, что базируется на API или основан на API означает, что мы можем напрямую соединять с Office 365 через входные письма. Мы очень… через входной ящик мы можем очень много проблем решать. Например, если что-то получается через интернет, мобильный интернет, внутреннюю систему, все может решаться через систему входящих писем. Также давайте идем дальше. Дальше у нас есть phishing.url, обходной phishing, адресный phishing, подмена услуг, я уже о нем рассказывал, подмена домена. Все эти виды услуг, о которых я уже рассказывал, они не настолько хорошо обрабатываются и решаются подходом защиты через шлюз. Иногда частично решаются, иногда полностью не решаются. Но все, кроме первых трех, отлично решаются подходом через использование API, потому что этот подход имеет одну очень важную черту. Я более подробно о нем расскажу. Итак, некоторые клиенты могут сказать, я не думаю, что мы получаем так много проблем со взламыванием бизнес-эмейлов. Я думаю, что их очень мало. Некоторые клиенты могут сказать, что… Некоторые клиенты, которые пользуются MS-офисом 365, я могу сказать, я никогда не знал, или я даже не получал таких эмейлов, или не понимал этого. Да, вы не знали этого, потому что ваши пользователи никогда не поднимали руку, не говорили, собственно, вот мы получили такие письма. Многие люди, которые получают такие письма, они переходят по ссылке, нажимают, никогда не понимают, что нажали и сделали не то, они просто не будут об этом уведомлять. Потому что они переживают, что кто-то может их обвинить и сказать, что не сделали ошибку. Но это не ошибка. Эти угрозы очень продвинутые. Но, тем не менее, некоторые эмейлы, только 7% адресного фишинга, не спама, а адресного фишинга, может действительно привести к взламыванию всей компании. Это данные 2019 года. В 2020 году сумма будет увеличена в 10%. Вы видите, что 7% таких эмейлов могут привести к большим тратам в 1,7 миллиарда долларов. Мы видим, что обеспечение безопасности через шлюз все еще необходимо, но она уже недостаточно. Она не справляется с новыми видами атак. Для того, чтобы... Нужно использовать новые подходы для того, чтобы работать с новыми атаками. Нужно ли все еще использовать защиту через шлюз? Да, нужно, потому что старые атаки все еще существуют. Потому что антиспам, потому что шлюз, они все еще работают, они делают свою хорошую работу. Но они уже недостаточны. Нам нужно что-то еще. Особенно потому что есть социальная инженерия. Вы можете увидеть на данном слайде. Кроме антиспама. Все старые услуги не могут остановить социальную инженерию. Давайте посмотрим на этот слайд. На этом слайде это подход к многослойной защите эмейлов. Переводчик не слышит. Давайте посмотрим на этот слайд. У нас есть офис MS 365. Почему? Потому что именно там мы можем использовать все эти черты, все эти критерии. Итак, первый слой. Защита через шлюз. Защита через шлюз означает интернет-защиту, интернет-шлюз, антиспам, и входящую и исходящую безопасность, кодирование для безопасности сообщений и продолжительность эмейла. Что это означает? Если эмейл-сервер недоступен, мы можем 4 дня еще продолжать проверять данный эмейл и проверять данный процесс. Если вы ждете очень важный эмейл, но эмейл-сервер не работает, вы можете зайти в данную услугу по безопасности эмейла и проверять все данные. Даже вы можете ответить по эмейлу и дать ответ. Не переживайте, когда эмейл-сервер заработает, вы сможете получить все данные и все брать. Это важно, что это очень основная услуга, которая позволяет эмейлам работать, даже если эмейл-сервер не работает. Это относится к также безопасности эмейлов. Для того, чтобы завершить все. Что такое архивирование данных в облаке? Что такое архивирование для соответствия? Это следующий слой. Есть работа с точками, с группами и с индивидуальными особами, с индивидуальными лицами. Если мы говорим об устойчивости, нет возможности сохранять данные в офисе MS-365. Есть только возможность сохранения в облаке. В MS-офисе вы можете просто иметь данные за последние 90 дней, если у вас есть наиболее дорогая лицензия. Но это на самом деле все равно не сохранение данных, не бэкап. Вторая причина, почему клиентам нравится сохранение данных в облаке, потому что они говорят, что окей, я перехожу на MS-офис в 365-е, это хорошие услуги, работает правильно, но тем не менее я не хочу хранить все данные в MS-офисе. Я хотел бы, если вдруг я решу перестать пользоваться их услугами, я не знаю, как долго я буду с ними, я хотел бы сохранять данные в другом месте и другое место, это облако Баркуда, там вы можете загрузить туда все данные и выгрузить их. Далее, второе, второй подкомпонент второго уровня, это архивирование для соответствия законодательства, популярно в Западной Европе, особенно для западного общества, потому что мы знаем, что должно быть решение хранить все имейлы за последние 7 лет. Вы можете использовать по-разному эти данные для суда или еще где-то, но в любом случае архивирование нужно, и оно действительно признается органами по расследованию и реагированию. По сохранению данных, я знаю, что... У меня был такой случай, бэкап происходит раз на день или два раза на день. И тем не менее, если у меня идет бэкап в полночь, к примеру, и сейчас я посылаю имейл, и имейл сразу удаляется, он не попадет в бэкап, потому что бэкап происходит один раз в день. Но что такое архивирование? Идет в реальном времени. Каждый имейл, который попадает ко мне в почту или исходит от меня, будет сохранен. И пользователь не может никак его удалить. Имейл все равно в системе. Только администратор может его удалить, если есть такое желание. Тем не менее, есть аудит, который постоянно происходит и проверяет все действия. Это для того, чтобы соответствовать всем нормам законодательства. Потому что обычно пользователи не могут просто так удалять имейлы. Дальше идем на третий уровень, защита входных писем. Это слой для таких наиболее продвинутых атак. Как вы можете видеть, здесь у нас есть какие основные характеристики для данного уровня защиты. Искусственный интеллект для социальной инженерии. Вы видите, это первый квадратик в этом уровне. Искусственный интеллект для социальной инженерии. Итак, первое. Второе. Это защита от захвата учетной записи. И далее. Это отчет DMARC по защите компании. Это не то, когда мы получаем имейл. Когда мы получаем имейл, мы можем проверить DMARC. Антиспом обычно проверяет эти критерии. Это в данном случае мы защищаем наш бренд, нашу торговую марку. Хотел бы привести вам пример. Есть компании, которая работала очень успешно именно с отчетами по DMARC, потому что они делают данные для машин, механические вещи, механические детали. По обслуживанию автомобиля и они подключают автомобиль к компьютеру и большинство они используют эти решения. Что было в этом случае? Большинство клиентов два переводчика идут. Они получают имейл от компании и они используют домейн компании, переписываются, просят даты, деньги, обновление нового программного обеспечения и получается, то есть человек, который подключился к машине, он не является менеджером IT и он просит деньги и ему платят, потому что это все означает мне не нужно будет жаловаться, что будут жалобы на меня, поэтому я лучше заплачу. Итак, что получается? Получается то, что это репутация компании. когда они действительно компания просит деньги, они говорят, да, конечно, но я же уже оплатил за программное обеспечение, почему вы просите снова? Поэтому есть такой отчет и EMA блокирует все данные, которые отсылаются от клиента из одного и того же домена, потому что они блокируют все, что используют, пытаются использовать ваш домен неправильно. Итак, что у нас? У нас есть понимание безопасности. Для чего это нужно? Это для того, что если вы пользователь, как вы можете обучить пользователя? Вы можете обучить пользователя через специальные симуляции, например, делать такую массовую рассылку спама, проверять, как он будет. Если пользователь будет отвечать или использовать эти письма, тогда начинается подготовка. Почему вы нажали на эту почту, почему вы перешли по этим ссылкам? Этого, пожалуйста, не делайте. Итак, это небольшая подготовка. Это от одной до четырех минут. Это не больше времени занимает, потому что иначе это такая будет уже университет. Если вы будете по полчаса или по одному часу, то пользователь просто не будет следовать вашим советам. И поэтому на каждую атаку необходимо провести такую подготовку и проводить это, повторять это каждые два-три месяца для того, чтобы вы видели, что ваш пользователь улучшается, он обучается. И следующее. Мы не такие заносчивые, мы говорим, что мы блокируем сто и сто один процент атаки. Даже сейчас, во время вебинара, киберпреступники думают над новыми атаками, новыми разработками, таким образом, каким образом это все сделать, и потому что преступники делают свою работу. Ну, в любой случай, когда мы получаем атаку, мы видим, что она у нас есть реагирование, и мы есть специальный менеджер, администратор, и инструмент, который чинит, исправляет все за несколько минут. Я покажу вам, расскажу это на примере. И пример, у меня был клиент, который, не знаю, у него несколько тысяч было почтовых ящиков, и они проводили вот эту проверку и реагирование, и они пытались это сделать вручную, и чуть не сошли с ума, потому что это занимает очень много времени. А если вы еще потратите время на то, чтобы это все исправить, и как вы понимаете, киберпреступник может достигнуть тогда в таком случае успеха. Ну, давайте вернемся к нашей презентации. Итак, у нас, вы видите, у нас TEP, это означает полная защита почты и продукты, вы видите, какие продукты сюда включены, вы видите, их довольно-таки много, вы видите Essential, основы переводятся, и плюс полная защита, и это все подключается к почтовому ящику, это полностью защищает. А также услуга резервирования из облака в облако, желтые продукты, вы видите, это все входит в продукт Essentials, над этим стоит Sentinel, так называемый Страж, он фокусируется на более высокотехнологических атаках, он производит, проводит анализ, я не знаю, знаете ли вы, готовы, читали вы или уже, писали ли вы вопросы для меня, спрашивали ли вы у меня, да, мы видим, что Sentinel работает, да, он работает, он меняет IP-адреса, а как он работает, два года назад с компанией Microsoft мы встречались, и мы были в Лиссабоне, и человек спросил, задал вопрос, сказал, мы исправляем, исправляем API, здесь разрабатываем это, и хорошо, потому что наше приложение Sentinel работает в таких случаях, но через два месяца Microsoft обратился к нам он сказал, что мы не будем больше инвестировать в такую разработку API, мы просто будем заниматься только API онлайн, и здесь есть причина, почему, поэтому Sentinel работает только с Office 365, если Microsoft вдруг передумает, и тогда мы будем разрабатывать, улучшать наши API. Итак, FishLine это понятие о безопасности, это специальная платформа для подготовки пользователя, для того, чтобы он понимал, как ему работать, и если вы посмотрите на продукты, вы видите, они бесплатные, у нас пять продуктов, восемь продуктов, все включено в полную защиту электронной почты. Да, вы скажете, да, хорошо, но я не хочу, например, меня не интересует понятие безопасности, я не интересуюсь архивирования, я интересуюсь другими продуктами. Ну, тогда, пожалуйста, выйдите на контакт со в промом, и если вы интересуетесь двумя или тремя продуктами, пожалуйста, выберите из целого пакета. Ну, на самом-то деле, если вы закажете, это не мое поле деятельности, не моя чашка чая, поэтому выбирайте, пожалуйста, сами. Итак, возвращаемся. Итак, давайте я несколько слов расскажу вам о приложении барракуда Sentinel. Еще раз, это так нажимаемый Rush. он занимается предотвращением фишинговых операций, и здесь у нас есть искусственный интеллект, он усиливает работу API, и что это означает? Что означает защита на базе API? Мы соединяемся с офисом 365, и у нас есть исторические данные, история, так называемая, и внутренние данные, которые мы используем. Искусственный интеллект все это анализирует и проверяет почтовый ящик для того, чтобы проверить, каким образом я, как пользователь, общаюсь с людьми, с кем я переписываюсь, для того, чтобы большую часть времени я трачу на одинаковых клиентов, партнеров, или тех, кто занимается, для того, чтобы было понятно, о чем я разговариваю, общаюсь, коммуницирую с этими людьми, и после этого, когда мы собрали всю информацию, мы начинаем проверять электронную почту. Электронную почту это не сигнатуры, то есть это не работа антиспама, когда мы работаем с сигнатурами, это непроактивно, потому что мы до этого не видели сигнатуры, первая атака, которая, первый вирус, который мы, который проникает сквозь нашу защиту, мы его анализируем и после этого вносим в базу. Таким образом работают сигнатуры. а здесь у нас получается, что у нас есть время и, конечно, нам необходимо много ресурсов для того, чтобы определить это. Мы подход с точки зрения искусственного интеллекта и API, это так называемое множество показателей, определяется, откуда идет заход, по каким адресам идет переписка, какой тип документов, для чего это, что означает анализ. Например, я обмениваюсь с кем-то из вас письмами, они говорят, да, как дела и так далее, мы говорим о делах, мы говорим о техническом, о технических процедурах и, наверное, когда-нибудь кто-то мне присылает из вас письмо, пришли мне, пожалуйста, 100 евро, это вот так называемый анализ, сразу это дает информацию, что что-то не так. Каждый раз, когда мы обмениваемся письмами, мы используем определенный язык, а тут, например, раз и другой язык, поэтому таким же образом происходит такой вид анализа. Тип запроса, это понятно, что если вы просите то, что выходит из ряда стандартных запросов, это тоже дает сигнал. Итак, если есть искусственный интеллект понимает, что несколько из ваших показателей не удовлетворяют тем стандартным обычным письмам, которые вы рассылаете, таким образом, это письмо попадает в категорию подозрительных, и это может быть атака. Давайте его заблокируем. И теперь вы понимаете, почему, если я хочу адаптировать такой подход через шлюз, и не знаю, если, например, у меня тысячи сигнатур, это масштабировать невозможно. Это можно масштабировать с помощью искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект учится каждый день и никогда не останавливается в своем обучении, он постоянно анализирует письма и по всем показателям, которые, по очень многим показателям. И вы видите, как это, конечно, не ограничено правилами, потому что это не масштабируется. Мы это эффективно, опять, потому что это не ограничено правилами. мне не нужно ждать сигнатур, обновления и так далее. Обучение происходит каждую секунду, каждый день, и развитие тоже. Таким образом, это способ работы. Итак, давайте перейдем сейчас, расскажу немножко о расследовании. Вы проходите много, тратите много времени, если у вас много почтовых ящиков, и вы действительно проведете много времени для того, чтобы проанализировать все почтовые ящики на предмет подозрительной деятельности. какой подход? Обычно мы это все автоматизируем. Первое, мы определяем с помощью разведки, каким образом это может быть поступить от пользователя, запрос, что что-то необычное происходит. если он получил подозрительное письмо, он просто нажимает на кнопку и пересылает это письмо администратору с просьбой, пожалуйста, пересмотри это письмо. Я смотрю, что да, письмо какое-то подозрительное, другое. Определить с помощью реагирования. Реагирование происходит, определяет письма и говорит, да, эти письма можно, они не были заблокированы стражем, Сентинеллом, потому что не подпадает под категорию, но все равно их нужно рассмотреть, потому что это может быть потенциальная атака. Следующее идет расследование, мы смотрим, кто получатель, смотрим, как другие получатели, есть ли у них подобное, и затем мы создаем прецедент для того, чтобы определить, есть ли у других пользователей подобные письма. Таким образом, как мы реагируем? Мы удаляем эти подозрительные письма, если хотите, вы можете заблокировать следующие атаки с созданием определенных правил. Это все создается автоматически. Так, сколько времени это занимает? я думаю, что в принципе это занимает столько же времени, как скажем, от 2 до 11 минут, и я покажу вам через минуту. Итак, это следующая опция, она полезна для того, чтобы понимать статус нашего обмена коммуникации онлайн. это означает, даже для меня не сразу легко понять, когда я связываюсь с новым клиентом, я использую все, показываю презентацию, а клиент говорит, нет, я не понимаю, у меня никогда не было никаких атак на меня, и у меня вопрос, а вы знаете, действительно, были у вас атаки, а может быть, у вас были атаки, и вы не знаете, а он не знает, а как я могу это сделать? А вот это способ, пожалуйста, это сканер угроз для имейл, это бесплатно, это не влияет на работу вашего приложения на офис 365, три минуты для запуска, это один, вы создаете учетную запись на сайте barracuda networks.com и через некоторое время, например, вчера мы это запускали с клиентом, у него 8 миллионов писем, и это заняло три часа, для того, чтобы он проработал, проверил все письма, и после этого, после этого сканирования отправил отчет клиенту, что вы видите здесь на графике, это отчет, у нас 343 мошеннических писем, три работника, сотрудника получали эти письма, и три домена, которые, с которых отправлялись эти письма, и я покажу вам в реальном времени, как это работает, но, пожалуйста, запомните, это очень важно, это начальная точка, для того, чтобы понимать статус, как ваш офис, все ли нормально с вашим офисом, потому что многие просто не знают, были ли атаки или нет, были ли письма с шантажом, или попытки вклиниться в переписку, пользователи действительно не знают, но после того, как вы запустите этот сканер, вы получите отчет, и после этого у вас будет два пути. Первый путь не делать ничего, сказать, да, я понимаю, что у меня что-то есть, но меня это особо не волнует, я не хочу ничего предпринимать, я согласен с этим риском, или что я предлагаю вам, перед тем, как вы обращаетесь к софт-пром и сказать, можете ли вы нам реальную версию Сентинела предоставить, например, я хочу попробовать две недели, три недели, месяц, как проверить, как это работает, и также Сентинел важен, он работает напрямую с офисом 365, если вы хотите проверить антиспам, или с помощью Сентинел, вам не нужны дополнительные опции, пожалуйста, запомните, Сентинел работает на очень высоких технологиях, с очень высокотехнологическими атаками, может их распознавать, так, так, опять же, мы возвращаемся к этому слайду, вы видите, что это все про сканер, он производит скан вашего офиса, и выдает вам отчет, иногда клиенты говорят, да, я знаю Барракуда, это действительно известная компания на рынке, а иногда клиенты говорят, а Барракуда это вообще кто, что они делают, для того, чтобы получить понятие, например, антиспам уже работает, уже все хорошо, но это не только антиспам, и Фореста начинает давать такой отчет, и компания Барракуда попала в лидеры, после этого, если вы проведете проверку через Google, вы увидите полный отчет об этом, и, пожалуйста, не волнуйтесь, мы действительно занимаем лидирующие позиции. Так, я опять же дам вам позже несколько ссылок, вы видите ссылка на полную да, не начинайте с трайла, пожалуйста, просто отсканируйте ваш офис через barracuda.com, дальше у нас есть кампус-портал, там вы можете получить информацию по поводу подготовки, сертификации, различных, по различным услугам. Итак, мы переходим к самому лучшему, к самой лучшей части нашей презентации. Итак, я бы хотел спросить вас, у вас есть еще время для вопросов, ответов, что вы думаете перед тем, как мы перейдем к демонстрации? Наверное, к демонстрации сразу. Если у вас есть какие-то вопросы по презентации, вопросы, а после этого я отвечу, не скромничайте, не стесняйтесь. Как мой преподаватель говорил, когда я учился в университете, он говорил, нет глупых вопросов, есть глупые вопросы, это те, на которые вы уже знаете ответы. Ну, вопросов нет, тогда давайте продолжать. Может быть, в конце возникнут вопросы, после презентации. окей, let me go home, keep your так, пожалуйста, набирайте вопросы в чате, и я попрошу кого-нибудь для того, чтобы их перевели, не переживайте. Итак, у нас здесь большинство продуктов, которые расположены в облаке, и вы видите, что этот список есть на веб-сайте, и мы сфокусируемся на безопасности электронной почты, Centinelli, и Forensics, это реагирование. Итак, антиспам, это не новый продукт, вы знаете, что это уже старо, довольно-таки долго барракуда занимается этими технологиями на реагирование для этой угрозы, и так у нас есть вы видите, что у нас здесь идет регистрация на ATP, вы видите приложения, которые были блокированы из-за я не думаю, что надо нам тратить много времени на это, на антиспам, потому что снова, опять же, это не ново, я хочу вам сейчас показать некоторые решения, которые, некоторые свойства, которые отличают нас от других, вы видите, стандартная политика, вы настраиваете для политику для IP-адресов, черные списки, белые списки, получатели, все что угодно, ну а что касается антифишинга, здесь у нас антифишинг, мы уже разработали технологии, которые предотвращают мошенничество, это уже следующий шаг после антифишинга, это очень эффективно, затем мы делаем анализ намерений, так называемый, он фокусируется на репутации, это означает, что проверяем, действительно, вноситесь, внесены ли адреса в черный список или в белый список, адреса ссылок, потому что сейчас много доменов, ну мы также проверяем контент, например, это все идет переадресация, все это проверяется и в итоге это ведет к не сильно хорошим сайтам, поэтому это будет исключено, защита ссылок, что это такое, например, у нас есть ссылка, я знаю, знаете ли вы этого персонажа, Гуфи, это друг Микки Мауса, итак, мы перед тем, как переслать имейл, мы, это действительно не настоящий префикс, и для чего это делается, для того, что может быть, например, если мне хочется проверить этот сайт goofi.com, может быть, он не будет в черном списке, то есть с репутацией все в порядке, поэтому я могу сюда переслать имейл, но через месяц, если я передаю это через месяц, мы можем подкрыть имейл, кликнуть на ссылку на имейл, то вы нажимаете барракуда клауд, и барракуда можно проверить даже здесь, или вот так вот, так можно написать Google, если я не внимательно читаю, у меня могут быть проблемы, я могу подумать, это Google, но это не Google, здесь два нуля, а там три О, и так, что будет? Когда мы получаем что-то таким образом, через с угрозой дипскотинг, мы просто удаляем и заменяем правильным, если это просто ошибка на того, кто посылает письмо, все окей, мы просто заменили на правильное, если это все-таки не случайная опечатка, а специальная вредоносная ссылка, спрятанная под этой ошибкой, в любом случае ее убираем и вставляем правильное слово. Это есть такой критерий, такая функция, которая работает. Давайте перейдем к Barracuda Sentinel. Вот он здесь. Хотел бы показать, как он работает. Демо для Barracuda Sentinel. Это дешборд для функции Sentinel. Мы можем увидеть лицензии информацию по mailbox, какие домены у нас есть. У нас есть 10 доменов. Один из них в процессе отчетности. Итак, у нас есть 28 угроз. Мы проверим немножко позже. И сколько в реальности мы заблокировали угроз, фишинговый угроз? Очень много в реальном времени. Итак, это журнал, журнал угроз. в первую очередь, этот журнал не тот, который вы увидите в услугах по антиспаму. Там журнал включает абсолютно все. Каждое сообщение, которое было доставлено, и сообщение будет заблокировано, перенесено в карантин. Любое сообщение. В Sentinel мы показываем только те сообщения, которые заблокированы. хорошие сообщения, нам все равно, мы не работаем с ними. Мы можем работать с фильтром, для того, чтобы посмотреть, какие атаки мы блокируем. У нас есть мошенничество, шантаж. Давайте выберем мошенничество, например. Давайте посмотрим, что я хотел бы вам показать. Давайте вот это попробуем. Окей. Смотрите, эти ребята говорят, видели наш предыдущий имейл. Я ищу помощи, они хотят инвестировать 18 миллионов долларов. Отлично. Да, я могу дать свой счет, банковский счет. Я шучу, конечно. Такие имейлы, это понятно, что это спам, да. Но в большинстве случаев клиенты часто жалуются, что администратор говорит, почему постоянно эти имейлы проходят через защиту от спама. И причина в том только то, какой язык здесь используется. Что это мошенничество, но здесь никаких ссылок, здесь никаких URL-ов, здесь никаких дополнительных документов, нет ни вируса. Поэтому с точки зрения антиспама имейлом все хорошо. И даже для офиса 365, потому что в офисе 365 у нас есть слой защиты через антиспам. То есть даже через этот слой защиты такие письма проходят. Через паракода Sentinel, работающий на подходе API, мы видим, что это письмо прошло через слой защиты, через слой онлайн защиты. Итак, это у нас было мошенничество. Давайте перейдем к шантажу. Шантаж, письма шантажем работают примерно так же сам. Также последнее предупреждение. Последняя возможность спасти такую жизнь. Этот парень хочет, чтобы я заплатил ему 2000 долларов. Даже в данном случае, если вы действительно подумаете, ответите на это письмо, что вы делаете, что не так с этим письмом. Ну, это такое, это то, что понятно, понятно, что это шантаж, что это неправда. Давайте перейдем к подмене услуг более серьезной атаки. Итак, отследить посылку. ОПС, например, посылает мне письмо и пишется, что вот у вас посылка, нажмите сюда, чтобы отследить ее доставку. Представляете, если такое письмо придет к человеку, отвечающему, собственно, за доставки или за получение материалов. Он подумает, а про что мы ждем? Какая-то может быть доставка и нажмет на эту ссылку. Этот имейл был заблокирован, потому что имейл-адрес действительно не из FedEx. То есть там другая компания Кудапост. Если вы проверите имейл, да, вы можете понять, что это не FedEx. Да, но я хотел бы спросить. Подумайте сами, как часто вы действительно проверяете правильность имейлов? Даже мы, как технические специалисты, не всегда проверяем, откуда приходит имейл. И давайте представим, что кто-то получает такой имейл на мобильном телефоне. На мобильном телефоне мы не увидим вот эту строку, мы увидим только название или имя человека. Да, конечно, мы можем пройти, открыть ссылку, посмотреть, увидеть, какой домен, но действительно мы этого не делаем. Обычно мы получаем, видим, что это от Федекса, и все. Это действительно очень опасно. Еще один вид угроз подмена действий сотрудника. Давайте, например, новый заказ был создан. Это очень часто к аккаунт-менеджерам приходят. Вот новый заказ, да, наверное, нужно проверить, что за новый заказ. Есть ссылка, и эта ссылка неправильная. Это вредоносная ссылка. В реальности под этим URL прячется ссылка. Это нестандартный адрес господина Гавиша, и мы видим, что это попытка украсть данные через фишинг. и здесь хотел бы я поработать с вами в части вопросов и ответов. Вот смотрите, вы можете меня спросить, Лука, почему система антиспама не заблокировала это письмо? Здесь есть URL, и URL неправильная, вредоносная, потому что система антиспама работает по-другому. антиспама проверяет обычно список, репутационный список. Репутационный список, это может быть белый список, черный список, и он работает только если у нас есть статистика 200 таких адресов по всему миру, но это очень мало. Представляете, сколько у нас имейлов по всему свету проходит? 200 это очень мало, но преступники могут подумать, я буду создавать уникальную URL для этого имейла. Каждый имейл, который вы получаете, или который они посылают, уникальный имейл, имеет уникальный URL. Только один такой URL, именно поэтому система антиспама никогда не увидит и не внесет этот URL в черный список. И действительно, письма проходят, но для искусственного интеллекта это не проблема. Давайте посмотрим, что это за URL, подумает искусственный интеллект, проверит, увидит, что это вредоносная ссылка и заблокирует. Что еще? О, наилучшее вклинивание в переписку, наилучшее из угроз. Я не вижу, например, давайте, например, обновление финансовых данных. На самом деле, текст имейла не так важен. Итак, это переписка, которая началась какое-то время назад между Нилом и Джоном. Тем не менее, последний имейл, который Джон послал, была послана не с thirdpartyvendorcomps.com, а была послана thirdpartyvendorcomps.com, то есть одна лишняя буква. И таким образом произошло вклинивание, кто-то послал письмо от имени Джона. Для меня, как пользователя, конечно, я не могу проверить все, я не проверяю полные все данные, я думаю, что я обмениваюсь данными с Джоном. Я позже покажу вам одну из тактик, которые преступники используют в данной атаке. Итак, у нас есть журнал. Может случиться. Иногда так бывает, что Sentinel может заблокировать имейл по ошибке. Да, такое бывает. Тогда пользователи просто понимают, что это письмо хорошее. Окей, что пользователь должен сделать дальше? Хотел бы вам показать, как пользователи, когда я вижу, что письмо заблокировано Sentinel, пользователь получает такой имейл. Это мои реальные имейл-ящик. Я получаю информацию, что было заблокировано письмо, посланное от Барракуда SharePoint Team. Но это не Барракуда, потому что реально адрес совсем другой. Это письмо было заблокировано. И там был, во-первых, призыв к действиям и подозрительный URL. Что я могу сделать? Я могу проверить этот имейл и подумать, нет, все хорошо. Это ложно-позитивный результат. Итак, я сообщаю администратору, что здесь нет никакой фишинговой угрозы, и мой администратор может перейти к журналу, нажать кнопку и предоставить отчет о ложно-позитивном результате. И получить, и тогда в следующий раз такой же имейл уже попадет ко мне во входящий, а не будет заблокирован. Да, потому что ложно-позитивные результаты могут случаться. Это редко, но тем не менее. Давайте перейдем к захвату учетной записи. Конечно же, как я уже говорил, мы не послушаем поставить полицейского перед вашими воротами или виртуального полицейского перед вашим шлюзом. но если моя учетная запись была украдена, как я могу это проверить? Например, Алексей. И Алексей, например, уведомил меня, что проверьте. У нас есть подозрительный имейл, и подозрительный имбурс и подозрительный ящик. Правила по входящим письмам, которые были включены. Вот этот имейл я получил. Что странного в нем? Давайте посмотрим сообщение. Да, это не очень хорошее сообщение. Я не хочу нажимать на эту ссылку «Посмотрите документ», потому что если я посмотрю на документ, конечно, я перейду на ссылку и просто увижу, и просто там будет вредоносное действие. Что может быть еще? Что по времени? Да, я вижу, что обычно 2.30 ночи. Это письмо предположительно от Алексея, но я знаю, что Алексей не работает в пол третьего ночи. Давайте перейдем к sign-in. Откуда это? Откуда знаки идут? То есть входящие знаки. Это не с Восточной Европы, где действительно находится Алексей, а из Бразилии, но он не находится в Бразилии. А какие правила входящих песен? Правила входящих песен, они создаются администратором. Давайте посмотрим на примере вклинивания в переписку. Были украдены личные данные. Кто-то залогинился в вашем ящике, создал правила для входящих писем, которое говорит так. Каждое письмо, которое приходит от Лука, пусть идет автоматически с пересылкой в виде копии на внешний входящий, на внешний имейл. И здесь тогда я послаю вам письмо, вы не получаете это письмо, потому что есть это правило, что мое письмо, как и любое мое письмо, должно пересылаться на внешний ящик. И здесь есть опечатка в одну букву, и тогда вы получаете письмо не от меня, а письмо от преступника с ошибкой в одной букве в адресе. Вы не можете этого отличить, все очень похоже. Это очень круто работает, потому что можно увидеть, что что-то не то с этим аккаунтом, с этой учетной записью. Что вы можете делать? Вы можете написать Алексею автоматически, срочно поменяйте пароль, или вы как администратор можете заблокировать связь с Алексеем, потому что пока Алексей не исправит, потому что Алексей может просто быть не в отпуске, не на работе, может быть в отпуске, надо дождаться, чтобы он исправил и вернул себе учетную запись. Итак, мошенничество с доменом. Это защита вашей репутации. Вы можете увидеть, это еще не было проверено, провери домен. Вы можете проверить SPF, а затем перейти дальше. Возможно, это еще не работает, потому что это демо. Так, давайте подождем, извините, не работает пока в демо версии. Итак, вы проверяете SPF, проверяете DDMark, вы все критерии проверили. Давайте перейдем опять к мошенничеству. Так, давайте установить отчет по DMARC, и вы начинаете создавать отчет. Это такая задача, которая не требует сделать конфигурацию, и все. Что означает создать отчет? Это вы знаете, что начинаете по всему миру через дейное собирать всю информацию, для того, чтобы понять, кто собственно использует ваш домен от вашего имени. Например, вы видите, что у вас есть список других людей, которые используют ваш домен. И, например, Мэйн Ганн, окей, я знаю, у нас с ним контракт, у нас есть контакт, все нормально, он может использовать мой маркинг имейл, все отлично, я подтверждаю, и одобряю. А вот этот вот serviceconfiguration.com, я никогда не просил их посылать имейлы для меня, поэтому это не одобрено. И тогда занимает время для того, чтобы информация начала распространяться через другие DNS. Блокируем имейл от serviceconfiguration.com, который использует ваш домен. Это процесс, это не просто конфигурация, которую вы настроили, автоматически все работает, но это очень классный процесс, который защищает вашу репутацию. Очень многие клиенты получают имейлы, но не от вас, а от кого-то, кто пишет имейлы от вас, которые представляются вами и просят о каких-то действиях. Это не очень хорошо для вашей репутации. Давайте перейдем к панели управления и покажем последнее. это реагирование на инциденты. Для чего оно нужно? Новые инциденты. Давайте я покажу вам в качестве примера. есть новый инцидент. Кто-то мне, какой-то пользователь сказал мне, что получил имейл с названием коронавирус. Давайте введем предмет, название имейла, тему имейла коронавирус. Это очень типичное название для имейла на сегодня. Нажимаю искать сообщение. расследование ищет, то есть система расследования и форенсикс ищет по всей системе, даже по всей сети, может быть, миллионы, тысячи имейлов. В любом случае, это займет только несколько секунд, иногда даже меньше секунды. В данном случае мы видим 46 сообщений было найдено с темой сообщения о коронавирус. Вы можете посмотреть сообщения, например, вот мы видим, не смотрите на то, что внутри письма, это просто пример, вы просто проверяете имейл, я показываю вам, как это работает. Например, если вы хотите сказать, что не все, не все кто, не все эти имейлы действительно плохие, давайте укажем, например, что дополнительно, вы можете указать имейл отправителя или есть ли приложение, вы можете указать сроки последние 12 часов, даже последний час, то есть использовать фильтр для поиска. Итак, я ищу сообщения за последние 30 дней, я хочу посмотреть 46 сообщений, я вижу, что 46 сообщений, они неплохие все, они хорошие. Если я хочу, наоборот, их удалить, я могу выбрать 46 сообщений, удалить из почтового ящика, это могут быть от одного пользователя или от разных, и я могу нажать, чтобы в течение трех дней, следующих трех дней, это правило также действовало, я нажимаю галочку в данном правиле, и также я хочу отправить уведомление, имейл-уведомление получателям о том, что я собираюсь удалить некоторые письма из вашего входящего ящика, потому что я понял, что эти письма это фишинговые письма. Также вы можете создать политику или протокол вашей компании, вы можете также сообщить отчет по инциденту ответственному за безопасность, в данном случае, например, это Алексей. Далее, для меня этого недостаточно, я хочу больше правил, я хочу больше возможностей, я также хочу точно и навсегда заблокировать данного отправителя, для того, чтобы он не мог больше послать имейлы. В таком случае вам нужно заняться конфигурацией системы безопасности по имейлу, нажать политику по отправителям категорию, и вы видите, что форенсикс уже работает напрямую с вашей системой и делает это для вас. Это может быть одна линия, это может быть 100 пунктов, вам не нужно заходить в систему антиспама, это все сделано уже форенсиксом от вашего имени, то есть форенсикс работает системой антиспама и системой защиты имейла. Что если вы используете прокси облачную базу от Барракуды, вы можете включить, что никто не может пользоваться этим URL, который поступает в этих письмах, не только те, кто получил такие письма, но и другие люди, для того, чтобы посмотреть, чтобы именно этот URL был заблокирован, который идет в этих письмах. Дальше вы нажимаете Remediate, то есть далее использовать, и это все будет включено в новую политику защиты ваших входящих писем. Хотел бы еще посмотреть инциденты, которые были созданы ранее. Для более использования, давайте дайте так, я надеюсь, что вот этот подходит. Это пример. Итак, здесь название имейла Microsoft, этот имейл, который я уже получил, он во входящих. Давайте посмотрим, что это за имейл, например, о чем он. Я не знаю, почему Microsoft может посылать такие имейлы. Название Microsoft, тема письма, но она не относится к Microsoft вообще. Это очень обычный, то есть стандартный имейл от офиса 365. Это может быть действительно письмо от них, а может и нет, это может сложно позитивное. Давайте представим, что по данным имейл уже были сделаны некоторые действия. Итак, 63 сообщения было получено от 6 уникальных пользователей. Не было еще сделано никаких действий по решению этих проблем. Ну, например, я администратор, я хочу удалить такие письма. Как только я удаляю письмо, я все еще не закончил все действия, потому что есть сомнения. Почему? Почему есть сомнения, даже если я удалил имейл, потому что я не знаю, я удалил его вовремя или нет. А если бы я мог удалить точно имейл, то кто-то, кто его получит, действительно какие-то действия сделает, ответит на имейл, или что худшее перейдет по ссылке. Как я могу знать, было это или нет? Конечно, вы можете это узнать, сконтактировав с пользователем, но для форенсикс паракуды это не проблема. Вы можете увидеть, у нас есть список, кто открыл имейлы. Мы видим везде, нет, нет, нет. Но если бы у нас есть, кто ответил на имейл, кто переправил имейл, кто перешел по ссылке, конечно же, вы можете сразу сказать 15 человеком и сказать «Стоп, ничего не делайте, нужно проверить ваш компьютер, не заражен ли уже?» Я вижу, кто-то поднял руку, так? Хороший вопрос как раз уже для вопросов и ответов, потому что я показал почти все. У нас не хватает только показать вам кнопки по отчету по пользователям, о том, что вы могли бы нажать такую кнопку, и будет сообщение администратору о том, что мне кажется, что это письмо не очень хорошее, проверьте его, пожалуйста. Форенсекс сам по себе может предлагать нам варианты того, что некоторые имейлы могут быть проблемными, и администратор может просматривать такие имейлы, просматривать такие предложения и уже решать, проблема или нет. И действительно, если это проблема, тогда это становится новым инцидентом. Я думаю, что теперь мы можем Спасибо.